В последнее время в нашей стране происходит ряд событий, и мы все больше изолируемся, и мы говорим, что мы справимся, мы перейдем на обеспечение собственной продукции и так далее. Для меня, например, было неким открытием, сейчас стараюсь там доходить до всяких мелочей. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла. У меня же есть гвозди! Ну конечно же! Всем нужны гвозди! Мы даже гвозди не умеем сами производить, и сейчас вот мы собираемся все это перестроить. И в связи с этим, я думаю, что в ближайшее время производство, надо заниматься производством, по крайней мере, ну для того, чтобы как минимум помочь стране и заработать деньги. Потому что импортные вещи будут наверняка дороже, чем наши отечественные, и поэтому многие уже думают, как зарабатывать деньги на производстве. И сейчас я хочу поговорить о том, как посчитать себестоимость единицы продукции для того, чтобы не остаться в накладе. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что речь сейчас будет идти о серийном производстве, массовом производстве, которое надо наладить для того, чтобы получать прибыль. Как посчитать единицу продукции? Ну, я могу сказать, что я уже много раз говорил, что я работаю, ну полиграфический бизнес я выбрал и работал этим, 30 лет занимался. И смотрите, ну по сути, что такое полиграфия? Ну, скажем, вот я печатаю вот какие-то такие вот изделия, листы, и для того, чтобы их печатать, у меня есть какие-то станки. Давайте посчитаем, сколько же, смотрите, вот что такое этот лист, из чего он состоит, какова его себестоимость? Ну, очевидно, что это стоимость бумаги, ну плюс стоимость краски, которая на нее нанесена. Стоимость бумаги, ну предположим, что для простоты лист бумаги стоит рубль, вот, ну там больше, меньше, это все считается, пусть для простоты лист бумаги стоит рубль. Теперь смотрите, а сколько же стоит вот лист бумаги, который напечатан, как вы думаете? И если вы пойдете в типографию заказывать печатную продукцию, вы увидите, что с вас попросят там что-то там 10 рублей за один лист, или там 6 рублей за один лист, и кажется, блин, ребята, в 6 раз наворачивают, ну потому что краска-то в принципе-то ничего не стоит, и люди наворачивают очень много, с одной стороны. А с другой стороны, ну если вы считаете, что люди наворачивают очень много, идите-ка и откройте типографию, наворачивайте столько же, и увидите, что очень быстро вы можете разориться. Поэтому для того, чтобы не разориться, надо конкретно научиться считать себестоимость единицы продукции. Итак, смотрите, что нужно для того, чтобы напечатать, из чего состоит вот себестоимость этой продукции. Ну, очевидно, стоимость бумаги плюс стоимость краски, но если я изготавливаю, ну не один лист мне заказали, а скажем, 10 тысяч листов, то, соответственно, я беру и печатаю их на станке. Станок оффсетный. Для того, чтобы напечатать этот тираж, я его сначала делаю в макет, но предположим, значит, макет у меня готов уже, и я уже начинаю изготавливать. Для того, чтобы изготовить вот этот лист, ну эту продукцию, что я делаю? Я изготавливаю, у меня есть затраты на подготовку к тиражу, и непосредственно на сам тираж. То есть, для того, чтобы отпечатать вот этот лист, я изготавливаю сначала металлическую форму, она такая, ну лист большой, алюминиевый, там для оффсета он специальным образом готовится, стоит какие-то деньги. И эта форма стоит, предположим, тысячу рублей. Тысячу рублей. Дальше я эту форму заряжаю в оффсетный аппарат, значит, там намазываю какую-то красочку, тоже какое-то количество. Этот аппарат, там куча всяких раскатных валов, значит, там накатных валов и так далее, только накатных валов 4 штуки, для того, чтобы равномерно накатать. То есть, 4 раза краска прокатывается по этой форме. Вот, и раскатные есть, которые растирают эту краску. Вся эта краска размазывается равномерно по станку. Ну, значит, я должен считать и эту краску тоже. Смотрите, одна банка краски стоит примерно тысячу рублей, там, ну, сколько, нет, 8 долларов за килограмм она стоит, где-то 8 евро за килограмм. Ну, в районе тысячи рублей, предположим, да, за килограмм. Но для того, чтобы напечатать один тираж, я должен просто 100 грамм краски просто размазать. Вот это дело, то есть, если это тысяча рублей за килограмм, то получается 100 рублей краски только просто вмазывается в аппарат, и все. Плюс, плюс вот эта форма несчастная, которая стоит, ну, предположим, тысяча рублей. Предположим, тысяча рублей вместе с краской это стоит, да. Вот, и получается, что для того, чтобы напечатать один лист, один лист на овсети, я должен истратить форму, плюс вот эта вот краска, все это, и, значит, дальше засунуть туда один, грубо говоря, лист бумаги и напечатать. На самом деле, там на приладку уходят какие-то, так сказать, такие вещи еще. Вот, ну, грубо говоря, то есть, стоимость продукции, единицы продукции, это стоимость всего тиража, то есть, она должна мне окупить и подготовку к тиражу, и печать каждого листа. То есть, можно сказать, что есть стоимость подготовки к тиражу, которая размазывается на весь тираж, и стоимость изготовления непосредственно одной единицы продукции. Вот сейчас вы видите формулу, она достаточно стандартная, я долго думал, как же посчитать себе стоимость единицы продукции, потому что, ну, в зависимости от тиража, там надо выставить цены заказчику. Я долго думал и пришел к выводу, что вот она, так сказать, вот такая формула, она стандартная достаточно. А поделить на Н плюс Б, где А затраты на подготовку к тиражу, и Б это затраты на единицу продукции. Ну, смотрите, Б на единицу продукции, ну, грубо говоря, это рубль, это один лист бумаги. Ну, вообще говоря, он стоит, там, копеек 40, там, так сказать, 20, там, ну, в зависимости от цены бумаги. Вот, и затраты на подготовку к тиражу, ну, предположим, 1000 рублей. Тогда получается, что первый лист у нас выходит 1000 поделить на 1, если тираж 1 лист, 1000 поделить на 1 плюс 1, получается 1001 рубль. Ну, и, соответственно, чем больше тираж, тем больше размазывается вот эта вот вся подготовка к тиражу на весь тираж. И вот вы видите стандартный график вот этой себестоимости. Смотрите, в зависимости от тиража, в зависимости от количества выпускаемой продукции, от партии, у меня стоимость, себестоимость единицы продукции очень быстро сначала падает, и потом выходит на какое-то плато и, значит, дальше асимптотически приближается к B, то есть стоимость подготовки тиража, в общем, сказать, она уходит на нет. Поэтому, поэтому, значит, один лист, получается, стоит достаточно дорого. И вот она зависимость от тиража. Чем меньше тираж, как вы видите, тем дороже стоит одна единица продукции. Это понятно достаточно и очевидно. Теперь давайте посмотрим на все-таки, ну, более приближенно. Если A равно 1000, а B равно 1, то A поделить на N равно B. Оно получается, ну, то есть, грубо говоря, при тираже в тысячи листов, при тираже в тысячи экземпляров, у нас получается, что каждый лист должен стоить только себестоимость в два раза больше, чем за стоимость самого листа. Понимаете, да? Вот, и вот, да, а стоимость листа у нас 1 к 10, поэтому, ну, типографский бизнес очень выгодный, казалось бы. Вот, но давайте теперь посчитаем. Все очень здорово. Мы печатаем лист 10 рублей за штуку, значит, и улыбаемся, значит, у нас такая бешеная прибыль. А потом считаем, и получается, что не очень много на самом деле. Почему? Потому что мы еще не учли, мы еще не учли следующее, что для того, чтобы напечатать вот это вот все, мы должны купить станок, поставить его в какое-то помещение, и сотруднику, который будет печатать, платить деньги, для того, чтобы у нас предприятие работало, как минимум. Ну, то есть, сколько-то сотрудников, там есть фонд заработной платы, есть стоимость оборудования и есть помещение. Ну, предположим, что мы за помещение тратим, смотрите, для того, чтобы все это напечатать, нужно, скажем, смотрите, сотрудники, ну, получают зарплату, там, ну, печатник, предположим, 40 тысяч рублей получает, да, не так много, вообще говоря, они уже больше получают, там, и 60, вот. Ну, плюс есть еще какие-то дополнительные сотрудники, там, допработники и так далее. Предположим, что это 100 тысяч рублей в месяц. Плюс, да, для того, чтобы получить 100 тысяч рублей в месяц, то, получается, мы должны, ну, если только мы рубль делаем наценку на каждый экземпляр, то мы должны отпечатать за месяц 100 тысяч экземпляров. Не так мало, да? Вот, поэтому, значит, у нас должен быть станок какой-то производительный. И этот станок должен стоять, во-первых, в помещении, а во-вторых, в помещении у нас должно быть достаточно места для того, чтобы хранить бумагу, которую мы будем запихивать в этот станок. Ну, я вам по секрету скажу, что такое помещение примерно стоит в месяц, там, ну, при самом вот скромном раскладе, где-то в районе 100 тысяч рублей в месяц помещение. Итак, смотрите, мы добавляем сюда, то есть мы должны заработать 100 тысяч за месяц на зарплату сотрудникам, плюс 100 тысяч на аренду, и все, что сверху, у нас будет прибыль. Вот такая штука. Здесь то же самое, посмотрите, здесь мы должны напечатать, значит, какое-то количество тиражей, которое, значит, должно окупить нам все вот это. Все вот это. Ну, мы посчитали, что 200 тысяч в месяц мы должны зарабатывать. Теперь мы считаем нашу планку рентабельности. Что такое 200 тысяч в месяц? В месяце у нас, ну, давайте скажем так, 160 часов в месяц. 200 тысяч делим на 160 часов. Мы должны печатать 1250 экземпляров в час. Для того, чтобы только окупить все наши затраты. 1200 экземпляров. 1250 экземпляров. Это если мы будем делать наценку на один лист, это 1 рубль. Понимаете, да? Вот. И поэтому, поэтому здесь надо вот очень аккуратно считать, сколько же продукции мы будем выдавать. Ну, я вам скажу так. Мы покупаем, скажем, офсетный станок, который печатает со скоростью там, мы читаем в паспорте, 10 тысяч экземпляров в час. Но это максимальная скорость. Это максимальная скорость. Реально он печатает, скажем, 3-5 тысяч в час, ну, больше печатники не пускают. Потому что они говорят, мы не успеваем контролировать и так далее. Итак, значит, печатник печатает, 3 тысячи в час печатает станок. Это скорость печати. Но! Это скорость печати станка. Это когда уже все запихнули. И там точно такая же формула. Скажем, 3 тысячи в час. Делим 1 час на 3 тысячи, получаем, ну, что там, а тираж-то средний, скажем, тысяча экземпляров. Так вот, при среднем тираже в тысячи экземпляров у нас только полчаса уходит на приладку, на какие-то вот подготовительные работы. И потом, потом нажимается на кнопку и через, там, 15 минут тираж готов. Понимаете? И дальше мы должны печатать уже следующий тираж. То есть, возникает вопрос о загрузке и среднем, средний тираж, среднее количество напечатанных листов за день. Вот это тоже все надо очень-очень аккуратно считать. Ну, и самое главное, конечно же, это, скажем, стоимость оборудования. Стоимость оборудования. Вот такой станок, который печатает вот это дело, ну, скажем, предположим, он стоит, ну, пусть будет миллион рублей. И этот станок должен окупиться за, ну, какой срок окупаемости инвестиций? За 3 года, очевидно, да? За 3 года. Значит, берем миллион рублей, это только вот наши затраты, берем миллион рублей, делим на 3 года, на 36 месяцев, получается станок, мы на станок должны делать отчисления 27777 рублей в месяц. Это плюс к тому, что еще плюс к зарплате печатников, то есть людей, то есть мы платим людям 100 тысяч в месяц, мы платим за аренду 100 тысяч в месяц, и еще 30 тысяч в месяц мы должны добавлять, откладывать просто на станок для того, чтобы он окупился. Иначе не имеет смысла. Вот такая немножечко технология. Ну, а теперь смотрите, и так во всем на самом деле, и это только в типографии, где, ну, скажем, весь процесс уже посчитан, весь процесс заложен, и, скажем, все вот эти операции, там, изготовление формы, значит, изготовление макета и так далее, они уже стандартизированы, и стоят достаточно дешево. А теперь давайте представим, что вот нам, например, надо изготовить, ну, вот, какую-то фигню, вот, да, сказать, это что, это зарядное устройство для, там, сказать, аккумуляторов, значит, оно состоит из пластика, два куска пластика, здесь какая-то штучка, и там внутри такая маленькая печатная платка с какими-то этими штучками заложена. Все вот это вот вместе должно, мы должны продавать, причем мы должны продавать дешевле, чем китайцы. Понимаете, да? Вот, теперь смотрите, что получается, что мы должны изготовить пресс-формы для нижней части, пресс-форму для верхней части, и должны нахерачить вот этих вот, просто, так сказать, как бы, комплектов, сколько для того, чтобы это окупалось. Смотрите, если вот эта часть стоит, ну, там, пресс-форма стоит, например, там, 50 тысяч рублей, ну, или там, 10 тысяч рублей хотя бы, да, пресс-форма, это же, как бы, объемное что-то. Вот, и это, она стоит там из двух частей, и там, значит, куда-то пластик куда-то заливается, значит, она горячая, значит, тискается куда-то и выплевывает. Вот, точно такой же процесс, понимаете? Вот, теперь, станок, который все это делает, тискает термопласт-автомат, значит, тоже должен с какой-то скоростью делать, и это уже не оффсетный станок, там уже не 10 тысяч в час, там меньше намного. Вот, то есть, смотрите, график тот же самый, график тот же самый, только уже соотношение между А и Б другое, то есть, А, уже не, там, не тысячи рублей, да, а, скажем, 100 тысяч рублей, это А, Б, это тоже, в общем, сказать, ну, там, ну, Б, скажем, ну, рублей 100, предположим, да, это вот стоимость пластика самого, стоимость этих вот хреновин каких-то вот запчастей, пусть это будет 100 рублей, то есть, они дешевые достаточно, ну, это 100 рублей, и получается, что вот мы должны, чем больше мы нафигачим вот этих штук, тем ниже у нас будет себестоимость, то есть, в зависимости от тиража, то есть, поэтому, поэтому, когда мы планируем серийное производство, мы должны планировать максимальное, как бы, количество выпускаемой продукции, и для того, чтобы нам это окупилось, и для того, чтобы мы были конкурентоспособны со всем миром, именно поэтому сейчас во всем мире происходит специализация, то есть, стандартные какие-то детали, запчасти, они изготавливаются на каких-то вот стандартизированных станках, которые вырубили, и, значит, поставили линию, она рубит, значит, там, гонит какие-то, значит, болты, гайки, вот, значит, начинается с этого, а потом, значит, термопласт-автоматы, если, так сказать, это касается машины, значит, фигачат какие-то вот эти фонари, там, задние, передние, фары, все, значит, это фигачат в каком-то бешеном количестве сотнями тысяч, иначе не получится, потому что иначе это невыгодно, потому что вот она кривая, значит, иначе фара вам будет стоить, там, ну, бешеные деньги совершенно по себестоимости, потому что это все еще надо перевести, все это надо упаковать, продать и так далее, поэтому, поэтому идет специализация, во всем мире идет специализация, теперь мы хотим отделиться, в нашей стране живет, там, ну, 150 миллионов человек, там, в Америке стоит, живет 400 миллионов человек, понимаете, вот, в Китае полтора миллиарда человек, и вот посмотрите, какое количество, это теперь вот, ну, наша страна по сравнению с Китаем, это в 100 раз меньше, да, и мы хотим, мы хотим в нашей стране построить, ну, независимое производство, оно по-любому, по себестоимости будет дороже, чем китайские аналоги, поэтому, вот, то, что мы хотим построить, замкнутую систему экономики в отдельной взятой стране, ну, это вряд ли получится, все в мире взаимосвязано, все делается на огромных заводах, в частности, есть международная кооперация, международное разделение труда, ну, все микросхемы делаются на Тайване, потому что, ну, там просто есть фабрики, они это делают, просто фигачат какими-то бешеными количествами, там, миллионами, миллиардами эти микросхемы, и потом эти микросхемы, да, при этом, значит, вы понимаете, что если этот завод поставит, так сказать, он стоит там несколько миллионов долларов, то, значит, соответственно, если он выпускает миллиард каких-то фигнюшек, то каждая из этих фигнюшек стоит, ну, совсем копейки, на самом деле, но для того, чтобы она стоила копейки, их надо выпустить миллиард, если мы выпускаем миллион, то она будет стоить уже 100 долларов за штуку, и все, и все это будет нерентабельно, поэтому, поэтому Тайвань шлепает и Малайзия там какие-то микросхемы. Дальше уже есть сборочные линии, которые тоже, так сказать, можно рассматривать как отдельный станок, это сборочная линия, да, она стоит там какие-то бешеные деньги, так сказать, там, ну, там, скажем, ну, 100 миллионов долларов, скажем, стоит вот такой завод со сборочной линией, там, и так далее, вот его поставили, и он, опять же, должен выпускать огромное количество единиц продукции, вот у нас здесь недалеко поставили, значит, такую линию, так сказать, там, собирают телевизоры Самсунга, значит, туда поступают корпуса телевизоров, туда поступают платы, туда поступают какие-то микросхемы, и, значит, там какие-то роботы стоят, и они так чук-чук-чук, значит, вот, беру, значит, какую-то запчасть взяли, щук-чук, вставили, значит, и тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, нашлепались, значит, кучу телевизоров, да, эти линии стоят, пожалуйста, но для того, чтобы эти линии собирали, к ним нужны огромное количество комплектующих, которых сейчас не хватает во всем мире, ну и так далее, и все это мы должны сделать очень быстро, и все это должны предусмотреть, ну, прежде всего, инженеры, технические специалисты и так далее, поэтому, ну, задачи предстоят очень нелегкие, и вряд ли, если честно, это можно сделать в течение, там, какого-то короткого срока. Да, мы можем швейные производства какие-то наладить, и они налаживаются, да, мы можем, ну, скажем, там, говорят, там, что мы хлеба не напечем, хлеба мы напечем точно совершенно, вот, ну, а вот эти вот высокоточные всякие штуки, их надо уметь изготавливать, и здесь нам нужны, конечно же, производительные станки, как вы понимаете. Ну, вот я, когда занимался полиграфией, значит, я приезжаю в Америку и смотрю на станок оффсетный, и спрашиваю, сколько он стоит, мне говорят, миллион двести долларов, такой станок стоит. И, смотрите, для того, чтобы, он производительный, он офигительно прибыльный, он действительно окупится, там, за три года, за пять лет при полной загрузке, вот, но для того, чтобы купить этот станок, нужен миллион двести долларов, как у нас в России всегда покупали станки, то есть я беру, достаю из кармана миллион двести долларов и покупаю этот станок, но когда я подумал, я говорю, слушай, я этому американцу говорю, директору, говорю, если бы у меня был миллион двести долларов, я бы его не купил ни за что, он говорит, почему? Я говорю, да потому что мне уже не нужны деньги, у меня уже есть миллион двести долларов, вот, он говорит, слушай, ну, если бы у меня был миллион двести, я бы его тоже не купил, потому что, значит, у нас я должен покупать станок за свои деньги или из чистой прибыли, то есть я на него должен заработать сначала, прежде чем купить, а во всем мире это все делается в кредит, то есть он идет, вот, составляет бизнес-план и говорит, и вот у меня есть такой бизнес-план, я знаю, как его обеспечить, ну, так сказать, там, как бы загрузку этого станка, мне нужно миллион двести долларов, ему говорят, да, пожалуйста, вот тебе миллион двести долларов, покупай станок, он покупает станок, устанавливает и просто печатает на него, сколько он вложил в этот станок, 0 рублей 0 копеек, вот, сколько я должен вложить в этот станок, один миллион двести тысяч долларов, вот вся разница, и дальше, значит, и у него, и у меня этот станок работает, за три года у него этот станок окупается, и следующий, значит, там, еще там года два-три, он работает чисто на прибыль, как бы, а что у меня, а у меня, например, даже если я взял кредит, то кредит по 30% годовых давали тогда малым предприятиям, то, соответственно, я за три года должен не миллион двести выплатить, а два миллиона четыреста тысяч долларов, ну, сами понимаете, что это две большие разницы, и поэтому, и поэтому все вот так у нас грустно, поэтому я всегда говорил, что нужно льготное кредитование, значит, бизнеса, льготное кредитование производства отечественного и так далее, но из положительных вещей я могу сказать, что сейчас, наконец-то, я когда вижу, что делает правительство, и они начинают обсуждать льготные ставки кредитования для бизнеса, льготные ставки для этого, льготную аренду и так далее, и так далее, и так далее, то есть сейчас, конечно же, ну, лучше поздно, чем никогда, но это все, наконец-то, начинает работать. Вот вкратце мои мысли о том, как посчитать себестоимость продукции, как ее снизить и как быть конкурентоспособным на... ну, конкурентоспособным. И я планирую еще продолжить на эту тему немножечко, потому что, ну, как планировать производство, потому что я этим занимался, это вот всего лишь только вот какая-то вот такая маленькая часть, которую, ну, надо держать в голове, и надо постоянно считать, считать и считать. Если вы не будете считать, то вы можете разориться, когда начинаете бизнес. Поэтому задавайте вопросы, какие вас интересуют, я постараюсь, ну, максимально доходчиво о них рассказать. А на сегодня все. Спасибо за внимание, лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.